Что, рачишка, ютуб платить перестал, да? Кап, ну я тебе уже говорил, блядь, деньги нужны. Сам знаешь, в Warface хочу вернуться, а как бы, ну, хорошо, когда начинаешь уже с донатиком, я считаю правильно. Ладно, не ссы, братуха, будет тебе пуха. Посылки проходишь, все нужное находишь, статку растишь и раков все гнешь. Ну а дальше, братишка, ты сам все поймешь. Оу май, работа подождет. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Новый уровень дисбаланса или система модификаций Warface. Меня удивляет, Ебукентий, почему игроки Warface не хотят принимать все новое. Все потому, капитан Очевидность, что игроки Warface научены своим горьким опытом, что все новое будет монетизировано еще более эффективно, нежели хорошо забытое старое. На. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги, с вами Рокутагин и капитан Очевидность. Разговор сегодня бомбезный, касающийся системы, которая поменяет все представление о Warface. Как вы уже поняли, говорить будем о системе модификаций. Игроки открещивались, говорили, что им это не нужно, им вторили ютуберы. Но наши разработчики имеют стальные яйца в местах, где это не нужно. Навести баланс классов. Ну что вы, нас не так поймут. А упороти весь существующий баланс с помощью новой системы. Ребята, извините, но мы иначе поступить не можем. Но, как говорится, долой воду. Давайте по теме. Зашел я на ПТС, который, как всегда, безумно лагал. Разработчики, я не знаю, что вы там накрутили, но, во-первых, почему игра каждый второй раз запускается в окне? И почему у нас такой отвратный свет? На темных картах тени работают так, что ничего вообще не видно. Хоть глаз выколи. Ладно, возвращаемся к нашей теме, к модам. Зашел я на ПТС и решил эту новую систему протестировать. Ведь теория, она хороша, но не имеет никакого смысла без практики. Поэтому я решил проверить эту систему, как говорится, эмпирическим, то есть практическим путем. Нифига какие слова умные. Но извините меня, капитан Очевидность, 5 лет высшего образования. Хоть где-то же, сука, в жизни это должно было пригодиться. Я выбрал УЗИПРО, САП-6 и, кроме этого, ВИЭЧС-2. И на первый взгляд, что вы можете видеть? Характеристики с помощью модов нехило реально возросли. А с другой стороны, наверное, многих из вас насторожит точность прицелей у ВИЭЧС. 28 прицелей. Извините меня, как-то ни туда, ни сюда, скажете вы. Где-то мы это уже видели. У некоторых максимально отстойных пушек старой эпохи Warface. Но, друзья, тут всё с подвохом. Дело в том, что те старые пушки, типа штурмовой XM-8 в своё время, делались изначально так, что характеристики там мало на самом деле на что влияли. Дело было вовсе не в точности прицеле 28-29. А в том, что сам рисунок отдачи у тех пушек был полное говно. И там давай хоть 32 точности, особо ничего не поменяется. В ВИЭЧС при точности в прицеле 28, пули летят великолепно. Ну, как примерно у 30-ки или 31. То есть особой разницы нет. Она становится заметна только где-то на больших дистанциях. И ощутит, естественно, это только штурмовик. И на самом деле, в Warface таких дистанций реально больших не особо много. И даже на своих рабочих 28, у пушки, которая изначально имела хорошую отдачу в точку, или как бы кучненькую такую, это великолепно. Вы, скорее всего, этой разницы даже особо-то и не почувствуете, дорогие мои. Чуть больше ощущается, конечно же, вход прицел порезанный. Но, блин, по факту, честно, в ситуациях реально геймплейных, очень быстро привыкаешь и тоже особой разницы вроде как и нет. А уж легендарный мод на УЗИ ПРО, который мне удалось выбить, так вообще делают её практически имбой. САП-6 это вообще просто нечто. Я поставил мод на кучность, у меня точность от бедра и в прицеле возросла, ну, чуть ли там не охренеть насколько. Но всё это теория. А как оно оказалось на практике? А на практике оказалось так, что VHS был неплох. Лучше, нежели, как говорится, из коробки. То есть, ну, точнее, из поставщиков изначальной. САП-6 очень стал напоминать МАКС ПЭШЛ. То есть, скажем, он не такой дальнобойный, как этот дробовик или, например, КИЛТЕК. Но на ближних дистанциях САП-6 не уступает им, а, возможно, и превосходит. С него очень и очень надёжные ваншоты пошли. При условии, конечно, точного попадания. Охренеть просто. А когда, ребята, я взял УЗИПРО, я просто офигел. С установленными модами эта пушка лупит самую крутую броню. Тело испиливает за долю секунды. Стреляй в голову. Стреляй в тело. Стреляй в пятку. Противник улетает, как нехрен делать, тут же. О, я и Бундестаг. То есть, пушки из легендарной ветки стали имбой абсолютный? Кэп, может быть, они и не стали имбой, но они приблизились к сегодняшнему метовому донату. Ты понимаешь, САП-6, который ваншотит постоянно, практически всегда, когда ты нормально попадаешь. В броники, которые на ПТС. Там половина народа оделась самые крутые броники. Вообще до лампочки. УЗИПРО, которая пилит лучше, чем в те дни, когда её ввели. А что будет дальше? А в чём проблема-то? Наоборот, неща. Кэп, проблема в том, что сегодня эта легендарка, понимаешь? Сегодня у нас ограничиваются легендаркой, а завтра это будет донат. Да, друзья, я знаю, наша администрация сказала, что вся эта система предназначена для того, чтобы старые пушки стали вновь актуальны. Ну, мои хорошие, мои любимые подписчики, ну вы же с вами умные. Ну, мы-то понимаем, мы-то знаем эту всю систему. Вначале киберспорт, а потом новый киберспорт. Играй, братуха, с чем хочешь. Вангую, через некоторое время наша администрация заявит, скажет, мы поняли, что игрокам так нравится система модов, что вы знаете, мы решили сделать вам подарок. Теперь на какие хотите пушки эти моды и ставьте. Более того, Вангую, в ближайшее время, пока ещё моды будут действовать только на легендарку, у нас начнут водить, возможно, пушки, ну, например, с точностью в прицеле. Новый донатик, конечно, там 32, 33, там 35. Вы скажете, а зачем это надо? Ну, естественно, это будет подготовка к системе модов для этого доната. А потом, когда разрешат на донат ставить, ты поставишь мод на этот донат, он тебе точность порежет, и у тебя уже будет не 35 точностей, а всего лишь 31, понимаешь, да? То есть, хорошо, идеальная точность всё равно сохранится, но, ну, прямо шоколад! О, и Букентий подался в теории заговора. Это, капитан очевидность, извини меня, никакая не теория заговора. Это называется бизнес. Бизнес по-русски. В общем, да, я серьёзно опасаюсь, ну, не то что опасаюсь, ну, блин, ну, дураку понятно, что со временем это всё перекочует на донат. Понимаете, ну, если УЗИ ПРО превращается в МПУ, которая пилит самые современные броники, дело даже не в том, что это будет, это по-любому, это изначально будет задоначено, там, всякие ускорители на эти ресурсы, это всё понятно, даже не в этом проблема, мы уже привыкли, как бы, что, как бы, тут плати и нагибай, тут где-то кошелёк мой был, я уже там немножко откладываю. Дело не в этом, ребята. Дело, разработчики, поймите в другом, когда вы эту систему всю пустите на донат, а вы её пустите на донат, это понятно, это всё будет в донате, короче, всё нормально будет, все донатные АМБ, и всё это будет хорошо, так, прямо модифицироваться, и там будет просто космос, я даже не сомневаюсь. Проблема в том, что вы же не сможете это сбалансировать. И когда в игре Чаппа получит примерно, хотя бы примерно, такие же улучшения, как вот этот САП-6, и медики начнут убивать снайпера через всю карту, не вот эти сейчас нытьё, там, Чаппа, она там на дистанции снайпера, а реально начнут убивать на настоящей дистанции снайпера. И когда сам снайпер путём сбора хорошей какой-нибудь, какого-нибудь комплекса, каких-то модификаций с помощью какой-то сборочки, будет с чейтаком жало от бедра лупить, как с Марлином, вот тогда, разработчики, локализаторы, администрация наша, вот тогда у вас начнутся проблемы. Потому что мы привыкли к дисбалансу, мы привыкли к донату, но всё имеет свою грань. Вы понимаете, когда будет слишком жопно, игроки начнут бомбить, а кто-то начнёт уходить. И тогда станет вопрос, а что делать? Нерфить моды? Вас сожрут люди их за свои кровные, за своё время, за свои бабки приобретали. Нерфить оружие? Вас сожрут. И вопрос, что тогда вы будете делать? Самая большая проблема не всё остальное, а именно это. Потому что баланс невозможно. Если бы вы скажете, Рокутагин, а ты бы смог сделать всё по уму? Я скажу, нет, нет. При такой системе модификации я бы не смог продумать всё. Потому что сборок получается космическое количество. Вы не можете все предусмотреть. Ну не можете, ну по-любому игроки найдут какую-то имбу, какие-то схемы, которые вы не предусмотрели. Какое-нибудь сочетание, допустим, там, сета киви, плюс каких-то модов, плюс какой-то пушки. И будет жопа, это будет просто луч смерти. Что вы будете делать тогда? Делать как всегда? Ребят, ну как бы, вы что, игру хотите убить? Хотя, как можно убить убитая, а? Тоже вопрос. Вынужден признать, братишка, это тот редкий случай, когда ты в чём-то прав. Может, у тебя имеются какие-то предложения на этот счёт? Я, как бы, предлагаю одно интересное, скажем так, уточнение. Если его сделать, вот тогда действительно, плюс-минус какой-то баланс будет сохраниться. Дорогие разработчики, дорогая администрация, я не буду вас отговаривать, я уже понял, там, аромат денюжек пошёл, короче, варбаксов и настоящих баксов. И вы не откажете от идеи. Это, это понятно, как моды заедут по-любому при желании или нежелании игроков. Мы уже вас поняли, всё нормально, как бы, вы решили. Вот. Но суть не в этом. Я вас прошу, вместо трёх модификаций на оружие оставьте одно. Одно, я вас очень прошу. Это не ММО ФПГ. Во-первых, это просто многим не понравится. Люди не хотят этим заморачиваться. Это первое, что вам надо понять. Здесь игроки шутеров. Второе. Если вы сделаете всего одну модификацию для каждого оружия, там, брони и так далее, то в этом случае, ну, прямо очень жёстких случаев, когда прям можно сказать, что вы обосрались, я извиняюсь, их не будет. Потому что если какая-нибудь пушка получит просто, там, чуть минус точности, плюс 5 урона, да хрен бы с ним. Ещё ничего страшного. А когда три мода, если их правильно ещё скомбинировать, а они ещё какие-нибудь там легендарные, ну, вы не сможете с этим бороться никак. Моя единственная к вам просьба. Оставьте всего один мод на пушку. Не надо делать по три. Будет жопа. Я вам точно могу сказать. Ну, и, кстати, дорогие зрители, дорогая администрация, знаете, кто единственная категория людей, которая выиграет от этих модов? Это ютуберы. Да, потому что теперь можно запилить, ну, пару тысяч видео про сборки. Ну, как в Warzone записывают. И это, вне всяких сомнений, будет пользоваться какой-то популярностью. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!